Глаза четырежды. Ну что, где все? Кстати, так странно, когда заходишь в прямой эфир, у меня такая штука высвечивается, что всем моим подписчикам сообщают о том, что я в прямом эфире. И ничего не происходит. А потом, когда смотришь в эфир, такой тупой взгляд. Ждешь вас всех. Не понимаешь, когда вы придете. Так. Приветик. Всем привет, 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 привет. Все присоединились. Жалко, что когда кто-то из реальных знакомых заходит, нельзя увидеть. Так, змея какая-то. Тата-кобра. Или тата-кошка. Меня вообще называют всегда кошкой. Так. Красивая, спасибо большое. Приветик, как ты вчера погуляла? Слушайте, нормально. Я вчера, где вы были? А, мы пошли, я сначала встретилась с геей, мы пошли. Мы в Мадусе посидели. Потом у меня друзья были на концерте Эл Джея. Я поехала туда. Ну, потом Эл Джея быстро закончился. Ну, я просто поздно уже приехала. И мы все разъехались. Красиво заглядишь? Красиво. Неприятно. Тата, скажи, как зовут девушку Валеры? Я, если честно, не помню. Но, если я не ошибаюсь... Катя, наверное. Катя помню. Катя... Привет, Анечка. Привет, Анечка. Слушай, а по поводу карандаша, Тань. Знаешь, что? Если ты вот сейчас в течение получаса успеешь, подъезжай к ЖК Лучи. Здесь, недалеко, это от тебя. Или напиши, может, во сколько ты сможешь. Я это скажу. Буду я дома, или нет, например, завтра. Интересно, какая ты настоящая? Такая, как, например, эмоциональная? Острая, вся такая. Или, как сейчас, мягкая, нежная? Знаете, я очень разная. И все люди очень разные. Все зависит от того, в какие жизненные ситуации они помогают. То есть, на тот момент я жила в натиске, в таком, да. Плохо такое слово звучит, но я не была счастлива. И ситуации, которые меня окружали, не могли делать меня мягкой. А сейчас я в совсем другом положении. Во-первых, я расцвела после того, как развелась. Я вообще по-другому стала жить. У меня, не знаю, условия жизни поменялись. Конечно, я буду мягче. Вот. А как бы вы себя вели, если вы живете вместе? Если вы живете там же, где вам муж вам извиняет, допустим. Ну, там, я вот на глазах, видите. И все, как бы, лезут в это. Все спрашивают, там. Одно дело вам, там, 20 раз задали вопрос. Там зададут его, ну, 1200 раз. На тысячный раз, может, и спокойно будешь. Но когда уже переваливает за тысячный раз, то ты уже, конечно, тебя прет. У нас 24 часа в сутки. За 24 часа достаточно много людей может подойти, и ведущих, и всех вообще подряд. Тебя потыкать издалека. Потом ты уже просто сам все начинаешь злиться. А так, что просто жизненные ситуации другие. Поэтому, какая я? Я такая, я и такая, и такая. Это все я. И то я, и сейчас я. Просто сейчас меня никто не обижает, никто меня не трогает. Я потихоньку наладила свою жизнь, там, потихонечку, не знаю, погруппиться. Поэтому, конечно, это все я. И да, я, и сегодня я. Ну, конечно, есть моменты, за которые мне... Я бы, наверное, сейчас так не поступила. Но это, опять же, урок, и стесняться этого, ну, глупо, надо меняться. Стесняться нет смысла, нужно меняться. И если, как бы, я... Да и вообще я выросла. О чем мы говорим? Я пришла на проект, мне было 22 года. Сегодня мне 26, мне будет сейчас 27 лет. И, конечно, да, это большая разница. Тут тебе только 20, а сейчас мне уже почти 30. И, конечно, это разный возраст. Это разное мышление, разное видение жизни. Это опыт. Блин, я получила огромный опыт. Даже получила дома далеко. Какой далеко это... Получается, тебе одну остановку надо проехать. Или сколько там, две? Это очень близко от тебя. Боже, как время прилетело. Да, и когда мне говорят, там, ты, да ты на проекте. Да, ты, слушайте, мне было 20 лет почти, да, 22 года. И как... Время идет. Я стала мамой. Я родила ребенка. Я вышла замуж, развелась. Я... Это все равно сделало меня более взрослой, да. Как ни крути, это достаточно большие, важные моменты в жизни, которые происходят уже в более сознательном возрасте. И я... Просто я... Просто я же не девчонка молоденькая там совсем, да, там. То есть я девушка, но не девчонка. А тогда я была девчонкой. А сейчас я девушка. А сейчас я от девушки перехожу к женщине. Поэтому это нормально. И когда... И про всякие изменения тоже, слушайте. Во-первых, повзрослела. Во-вторых, похудела очень сильно. Конечно, это все меняет. Похудеть... Я похудела, в принципе, нормально. У меня сейчас совсем другая фигура. Не такая, как была. То есть когда ты весишь 58 килограмм, ты все равно, конечно, худой. Но когда ты весишь 48... Это большая разница, да. Конечно, лицо меняется. Вот посмотрите даже на Валеру. Он сильно похудел. У него вот солнце тоже сразу другой. Я смотрю его фотографии. Я в шоке. Я даже не верю, что это был он. Представляете? Так, ты уже женщина. Нет, я еще не женщина. Да. Ответь, пожалуйста. Монако сколько снимает квартиру? От 4 тысяч евро. Ну, самый такой бюджетный вариант будет 4 тысяч. Так, ты похожа на российскую актрису Анну Чаповскую. Кстати, я не знаю, как она выглядит. Сейчас сделаю скрин, посмотрю. Мне просто интересно. Так, а куда на море планируешь? Ну, мы в сентябре планируем полететь на Кипр. Ну, это с семьей, ну, с ребенком. А так, я еще хотела бы куда-нибудь одна поехать. Ну, не одна с подружкой, может, не знаю. Ну, вот сейчас у нас, я бы уже золо как поставили. Вот мы пока планируем на Кипр. Сначала с этим надо разобраться. С 5-го, по-моему, числа. С 5-го по 15-го, что ли, что такое? Есть дешевле за двушку нормального хата. За двушку навряд ли там будет. Может быть, во Франции, да, когда вы, ну, если выехать за Монако, то там, конечно, будет. Там можно и заказать, и за две, и за полторы. Разные цены есть. Но в самом Монако нет таких цен. Вот. Посмотри обязательно, особенно мимикой. Блин, мне даже интересно. Только ты меня не расстраивай. А ты мне что-нибудь как скажешь? Ты так на нее похожа. А потом зайду, посмотрю, думаю, в душу свет бросай гранату, знаете. Так. Есть хорошая часть. Есть сайт хорошая часть. О, напишите. Даже интересно. Напишите. Может кому-то понадобится. Это вообще по всему миру такой сайт работает? Или как? А с другой стороны, так сильно знать, куда попадете. Знать правду или неправду тоже. Не знаю. Мне кажется, лучше всегда знать, куда идешь. Так. Вы ходите в садик? Нет, мы еще не ходим в садик, но я безумно хочу. Я прям уже мечтаю, чтобы у бабчика ходила в садик. Чтобы у нее были там подружки. Самая моя большая мечта – скоро Новый год. И я относительно скоро, я мечтаю, я хочу пойти на этот утренник и увидеть первый раз своего ребеночка, который выучит стишки, и который будет стоять на сцене в костюме, я не знаю, снежинки, снежной королевы, принцессы, барби, да кого угодно. Я не знаю, кем она захочет быть. Я прям хочу смотреть и гордиться ее, слушать. Мне так интересно. Я так хочу на ее утренник. Я прям безумно сила. Красивые губы. Я бы такие хотела. Спасибо. По поводу губ, у меня есть ссылка, девочки, к которой я хожу. Камила, это мой косметолог. Я к ней хожу уже 2 года. Я ее ни за что не променяю. Уже давно к ней хожу. Но только какие-то, например, не все есть аппараты. Я сейчас хочу какую-то попробовать новую штуку. Так. Готовим. Сейчас я скрин сделаю. Спасибо большое за сайт. Так. Что она говорила? Подожди. Блин, вылетела из пушки. Так. Я могу подъехать. Напиши в директ. Сегодня можешь подъехать? Ну давай, сейчас я закончу. Я тебя наберу в директ. Вот. Губы красивые. Глаза. Ну, кстати, губы не такие уже большие. Это просто, я уже вам рассказывала, да, про технику омбре, когда вы просто делаете себе более темный контур и более светлый уголок внутри. Ой, уголок внутри стоят и светленьким. Так губы, кажется, визуально больше. Но в жизни, если сейчас я сотрону это, то, конечно, они не будут такие большие. А, по поводу садика. Так вот, я пипец как жду этот садик. Он называется Sun School. Мы его построили около моего подъезда. Он еще не открылся. Говорят, что открыт в октябре. И, короче, очень ждем. Подводка глаза визуально узит. Нет, неправда. Я пользуюсь карандашом для глаз. У меня сейчас там косметика вся. Да, что мы делаем? Если вы, конечно, нарисуете... Я сейчас взял какую-то штуку. Не знаю, видно или нет. Если вы себе нарисуете просто такую толстую стрелку, толстую стрелку, то, конечно, ваш глаз визуально станет намного меньше. Если вы проведете вот от уголка вот здесь, помежлесничек, то есть сделать более такой дымчатый эффект, да, вокруг ресниц. Вот так прям тонко-тонко-тонко. И потом только здесь сделать стрелочку, как я делаю. И потом точно так же снизу. То есть мы берем и красим, начинаем красить отсюда. И вот проводим вниз. Потом вы там душуете, как хотите. И ваш глаз никак не станет меньше. Он только станет визуально больше. Потому что вы его визуально как бы увеличили. Если же вы, конечно, будете херачить вот эту подводку на весь глаз, то у вас просто будут такие маленькие узкие глаза. Это ничего хорошего в этом нет. Тата, в Москве куда ходите с малышкой гулять? Слушайте, ну мне нравится в океане есть такой ресторан, называется «Простой» или просто ресторан. Есть, честно, или интересный ресторан? Не помню. Но не судя, он на четвертом этаже, вы его увидите. И там, значит, ресторан поделен на две зоны. Первая зона – это полностью как ресторан. И вторая зона – огромная детская площадка. Прямо очень большая. Там есть все. Ну, не знаю. Кстати, я недавно заходила в прямой эфир. По-моему, мы там были. Там я и была, а то я часто хожу. Таночка, привет про пост об одиночестве. Точно узнала из себя каждое слово. Кстати, девочки, по поводу этого поста, этот пост, конечно, писала не я. Я просто его прочла. Тоже в нем узнала себя и решила с вами поделиться. Но я хочу дать вам некую, наверное, силу, уверенность в себе. Почему? Потому что год назад, когда я бежала с этих Сейшел, и когда мне казалось, вообще мне казалось, что вот этот развод и вообще вот эта измена и вся эта ситуация, это мне было так больно. Мне казалось, что это самое страшное вообще, что было в моей жизни, грубо говоря. И мы жили с ним очень плохо. И я не понимаю, почему я от него не уходила. Мы не разговаривали. Мне было интересно, как у меня дела, если я говорила. Я давно хотела начать еще петь, у меня были когда деньги, которые я вложила в кондитерскую. Я хотела сначала какую-то песню. Я помню, я, Маринка Африкантова, мы слушали эти песни, демо-версии, мне их скидывали. Мы выбирали. Валера всегда приходила и говорила, фу, говно, там, то это ты не умеешь петь, это ты такая, это ты ничего не умеешь. То есть он всегда меня, всегда меня пытался, и до сих пор, в принципе, у него высокая черта характера, всегда пытается меня пустить как бы на землю, что ли. Никогда меня не поддерживал. Что бы я ему ни говорила, он мне всегда говорила, что-то глупость. Я говорю, знаете, несмотря на это все, почему-то я от человека не уходила, не знаю почему, ведь это странно. И вот когда-то все произошло, я вот уезжала, я плакала, и все такое горе. И сейчас, когда прошло время, ведь я реально понимаю, вот нельзя, не просто так придумали фразу, все, что не делается, все к лучшему, да, и осталось Валере только насрать, наверное, на меня реально, чтобы я от него уже ушла. Слава Богу, он это сделал, он сам это мне, он сам мне помог это сделать своими руками, потому что я бы сама на это никогда не решилась. Я бы такой человек, я даже расстаться вот так, ну, не знаю, может быть, не могу, не умею, я не знаю. А тут он мне прямо сам помог, и реально спустя год я вам скажу девочке, что я сейчас. Потому что если бы я продолжала жить с ним, я бы не увидела того всего, что я увидела, да, за этот год, не сделала бы, не познакомилась бы с некоторыми людьми, не пришла бы там к каким-то идеям и к работе, не знаю, ко многому всему, продолжая с ним жить. Ничего бы не изменилось, ведь это ужасно. А так мы живем, сейчас мы хорошие друзья, мы нашли общий язык, и все супер. Просто как муж и жена мы не подходим, но как друзья, почему нет, отлично. Я рада, я рада, что так получилось. И вам, девочки, вы не должны бояться, просто всегда страшно сделать шаг, как ты там будешь жить, тут вроде как у тебя уже все проверено, ты свой мудак, но хотя бы ты знаешь, чего там от него ждать. Ничего, вот, и тебе как будто с этим легче жить, тебе кажется, что одно тебе будет страшнее, хуже, я не знаю, там, тяжелее. Ни хрена, ни хрена. Будет намного легче, так только кажется, реально так только кажется. Так, нашла в себе другую, не поняла? Вот, поэтому, девочки, не бойтесь делать шаг, если вы реально живете с человеком, который вам сосед, это блин, это же как можно жить с человеком, и вот, и не общаться. Вот мы с Валерой даже не спали вместе, мы спали на разных кроватях, мы не разговаривали там, ну как бы, что за бред? Так не должно быть. А вдруг вообще останешься один, вот это страшно. Неправда, как можно остаться одним? Нет, это глупостью все. Возьмите, например, мою маму, да? В 50 лет она встретила мужчину, который там, ее обожал. Это просто мама как-то его не очень любит, но он ее обожает. И не важно, сколько вам лет. Вы знаете, мужчины никогда к вам не будут тянуться до тех пор, пока у нас, внутри нас будет чувство страх и одиночество. Они это чувствуют на ментальном уровне. Любовь куда-нибудь? Это не любовь. Я тоже думала, что я люблю Валеру. Я реально об этом думала. Мне много чего предлагали, как бы там, провернуть с Валерой, но я никогда в жизни не решила, я бы его не оставила, не бросила. Мне было плевать, мне было плевать, беременная, не беременная. Это я у себя в городе, я в Москве, я у себя дома. А человек там вообще с другой стороны, с другого города, мне было плевать. Я вот шла вперед, за ним там куда угодно. И я не могу сказать, что я об этом жалею. Нет, я об этом не жалею. Это был период моей жизни, за который я очень рада, благодарна. И это все ситуации, которые были в моей жизни, они сделали меня той, кем я являюсь сегодня. И не нужно бояться остаться одной, вы ни за что не останетесь одна. Вам просто станет легче, вы станете более счастливой. Потому что, как ни крути, я не знаю почему, но это парадоксально. Женская самооценка, давайте будем честными, я считаю, что это неправильно. Но и у меня есть такая проблема, и это есть, мне кажется, у девяносто восьми процентов женщин, что женская самооценка, она складывается от трех пунктов. Это внимание, любовь и нежность. Вот понимание, любовь и нежность делают женщину абсолютно другим человеком. Абсолютно другим человеком. Она начинает себя любить, она становится более уверенной, она становится красивой. Мне кажется, что она сейчас, не знаю, победит весь мир, и вот все у ее ног. Потому что эту уверенность вселяет мужчина. И, конечно, это круто, если у вас хороший брат, у вас реально классный садовник, ваш муж вас обожает и не видит, там, цены у вас не чают, души, точнее, цены, говорю. То это прекрасно, вам очень повезло. Так, а у меня проблема с мужем из-за компьютерных игр и его друзей, которые пользуются его добротой. Ну, друзья, наверное, это отдельная тоже тема. Я с друзьями, кстати, в жизни не сталкивалась с такой проблемой друзей, потому что так получается, что я всегда пипецко хорошо дружу с друзьями, там, своих парней или, там, мужей. Как-то у меня так получается. Они мне больше становятся, они начинают любить меня больше, чем его. Поэтому, девочки, не бойтесь, ладно, и не бояться. Понимаю, страшно, а что делать? Блин, очень жалко, что интернет глючит. Понимаю, что очень мало людей, всего лишь 300 человек из-за интернета, и у меня половина сообщений не грузит. Таточка, ты умница, красавец, у тебя всегда очень умные и глубокие мысли, спасибо большое. Ну, кстати, я не всегда прям, нет, я вообще мыслю глубоко, в принципе. Но у меня есть, я не очень открытый человек, и, в принципе, я очень часто отвечаю так немножко поверхностно, чтобы не терзать душ. Так, блин, девочки, что за зависть? Волосы не те, губы не те, это не те. Все не то. Спасибо, моя хорошая, за поддержку. Ну, мы же сейчас обсуждаем не мою внешность, девочки, поэтому давайте поговорим что-нибудь по теме. Абсолютно не важно. Если вам не нравится, вы можете на меня не смотреть, я же не заставляю. Но ты это делаешь, потому что тебе хочется быть такой, как я. Так, Таточка, сколько уже доченьки лет? Мои доченьки уже два года. Когда будем делать статус сессию с Авиным кремом? Я не знаю. Я сейчас посмотрю вашу страницу, я не помню, чтобы мы с вами о чем-то договаривались. Тата, не желаешь волосики снять? Нет. Я желаю. Даже когда они у меня отрастут, сейчас они у меня где-то вот так отросли уже, я все равно буду наращивать объем. Так, здрасьте, здрасьте. Что вы там пишете? Так, у всех есть мама Тристана за спиной, которая пишет ваш что? Во-первых, моя мама работает сама на себя, я работаю сама на себя, у меня есть прекрасный инстаграм, который приносит мне доход. Я со своей мамой не живу, мамина жизнь это мамина жизнь, ее работа это ее работа, она никак не относится к моей. Так что не придумывайте, дорогие. Я же прекрасно понимаю, зачем я ходила на шоу, зачем я собирала подписчиков, зачем мне это все надо было. На сегодняшний день это моя работа. Люди вкладывают огромные деньги, чтобы раскачать свой инстаграм. Ни для кого не секрет, что это рабочая площадка. Не у всех есть инстаграм, это факт, но каждый может начать это делать. Когда говорят, сделай что-нибудь, чтобы на тебя смотрели, чтобы тебя слушали, например. То есть это не все так легко, как кажется. Только твои эфиры смотрю. Спасибо. Жалко, что мои эфиры не всегда, к сожалению, несут за собой какую-то информацию важную. Но, наверное, у меня такой более живой инстаграм больше про реальти. Наверное, мы с вами просто общаемся как подружки, о чем-то болтаем. Но, конечно, хотелось бы, чтобы было больше информации какой-то полезной, которую люди могли бы сохранять, которую люди могли бы не пропагандировать, но пользоваться. Опять у меня заглючил телефон, опять я ничего не вижу, ни одного сообщения. Вы меня слышите вообще? Вот, сейчас пошли сообщим. С таким интернетом, это точно. А мне интернет во вторник буду делать. Я не знаю, что за хрен с интернетом. Вот, поэтому он будет только во вторник. Сколько тебе лет? Мне будет 27. Так, с мамой часто общаешься? Да, конечно. Ну, у нас просто большая разница во времени. Ну, а то, конечно. Так, это на рапку похоже. Нет. Нет, не похоже. Так. Ну, что, короче, нетбук блючит. Я уже сообщений не вижу. Уже становится менее активным. А, слышите? Да. Я чуть не понимаю. Вот, слышим, слышим, слышим. Как быстро ты выучила китайский язык? Вообще, если честно, я думаю, что китайский язык можно выучить за год. Реально. Вполне реально, если вы будете реально учиться. Ну, это по системе, как бы, как называется. В Китае, когда поступаешь в университет, ты первый год учишь, как бы, китайский язык, называется Ханюбан. И ты учишься на Ханюбане целый год. Потом, в конце года, ты сдаешь экзамен. То есть, есть, вот, ты должен узнать свой уровень HSK. И у каждого университета на прием в универ есть свой определенный уровень. И вы сдаете экзамен. И если вы проходите, то вы уже идете учиться прямо на китайском языке. И я, мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я уехала в Китай. Это был 2005 год. Да, 2005 год, Новый год, я уже отмечала там. Это было очень много лет назад. И, конечно, мне было совсем ребенком. И мне легче все это удалось. Вот. Что там? Что делать, если много человек не нравится родителям только из национальности? Я даже не знаю, если честно. Мне кажется, национальность маловажная вообще вещь. Хотя, конечно, определенная, конечно, у любой национальности есть какой-то свой определенный стереотипный менталитет. И я не могу сказать, что он редко не схож. Конечно, доля правды во всем есть. Но, опять же, все зависит от человека, все очень индивидуально. Как ты считаешь, на кого больше похожа дочка? На тебя или на Валеру? Мне кажется, на Валеру. Но глаза у нее точно мои. И вообще, она, в принципе, сейчас подрастает, и она становится больше похожей на меня. Мне так это нравится. Вот. Короче, Таня, ты давай выходи уже. Потому что я... Ты выходи, пока ты подъедешь... Убей просто в этом, в телефоне, где находятся ЖК лучи. Это прямо около метро. И ты, когда сюда подъедешь, ты мне напиши. Я либо там у консьержки внизу оставлю. Либо где? Да у консьержки оставлю, если я сейчас уйду. Если нет, сама спущу. Я еще не знаю. Ну что, ладно. А, я сегодня пост выставила. Аж два поста. Пожалуйста, мои хорошие. Лайкайте, комментируйте. Потому что в Инстаграме появилась такая хрень, что если ты оказываешься... Если ты не лайкаешь там... Посты определенных людей, то они исчезают тебе из ленты. Мне бы, конечно, так не хотелось, чтобы было. Поэтому я вас очень-очень прошу, чтобы вы меня лайкали. Комментировали. И просто любили. Все, я вас целую, обожаю. Так, он азербайджанец, одна русская. Так, подождите, я сейчас не хочу уходить. Сейчас вот это закончу. Ты знаешь, в чем проблема? Почему, например, я вот против таких немножечко тоже браков? Объясню почему. Потому что даже если у тебя с мужем прекрасно... Если у тебя будет, грубо говоря, усевший муж, да, уже там... У вас все классно, все отлично. Но у этого мужа есть семья. И ты должна, я считаю, что ты, выходя замуж, ты входишь в семью, в новую. И ты должна... Не знаю, я просто... Не люблю, когда, например, невестки там не общаются, знаешь, или ругаются там с материалами мужа, или все в этом роде. Я считаю, что все должны дружить. Естественно, ну и мать мужа должна быть нормальной женщиной. И опять же, у него есть родственники, которые живут по другим законам, по другим традициям, по другим понятиям. И ты готова к этой жизни, например? Вот тебе это надо? Ну, когда говорят... Вот знаешь, девочки, например, начинают встречаться с мусульманами, да? Они встречаются, у них любовь, все очень круто, все очень здорово. И вроде неважно, да, там, кто какой национальности, кто какой религии. Все друг друга любят, все классно. Но есть семья, есть родители, есть родственники, которые никогда тебя, допустим, не примут, да? Ты для них на всю жизнь останешься врагом народа. Тебе это надо, жить в таком гнете, понимая, что ты в этом доме не нужна. Потому что ты не нужна. Это ужасно. Зачем тебе это надо? Готова ли ты принять все эти традиции, начиная от религии, заканчивая? Ну, вот всем, понимаешь? Ты должна жить... Готова ли ты к этой жизни? Вот в чем вопрос. Потому что любовь к любовью сегодня... Вот у вас любовь, у вас нет быта, у вас нет каких-то родственников, которых вы видите каждый день, они не лезут в вашу жизнь, потому что они даже не знают, что вы встречаетесь. Ну, грубо говоря. Но если зайти далеко, я не знаю, готова ли ты к этому или нет. Я, например, прекрасно понимаю, что я бы не стала заводить отношения с человеком, для которого, там, важно, не знаю, менять религию. Или, там, прям, стать вот такой женщиной, вот, как у них. Я другая. Ты меня... То есть я изначально другая. У меня другой менталитет, у меня другой образ жизни, у меня другое видение жизни. Я, там, мне не хочу жить не то чтобы по-другому, а... Я не готова, там, менять религию. Вот, зачем мне это надо? Если я в своей религии, да, то есть я православная, я свою религию не знаю, потому что, давайте будем честными, если бы я реально увлекалась, и я верю в Бога, и на религии, то, навряд ли бы я... Я не знаю, как можно поменять религию не знаю своей. То есть если бы я знала хорошо свою религию, то, наверное, я уже была бы в монастыре где-нибудь. Я в этом уверена. А так, менять религию... Вот я смотрю даже на девочек, которые меняют религию. Ты, не зная своей религии, реально, никогда даже не прочла Библию, но ты готова, тебе там наговорили всего, и ты уже готова бежать менять религию. Зачем это надо? Ты сначала выучи свою, потом выучи чужую, и потом уже сделай общий вывод. И вообще так же выучи их традиции. Готова ты так жить, не готова ты так жить, надо тебе это, не надо тебе это, потому что тебе с ними жить всю жизнь. Интересы должны быть у вас тоже одинаковые. Вот такие вот девушки. А учить-то чего? Не поняла. В смысле, чем учить? Не поняла про что-то. Ой, Дмитрий Кляйн, кстати, прикинь, я тебя помню. Почему-то откуда-то я тебя помню, не могу понять, от кого ты. Ты меня звал на Mercedes Fashion Week или нет? Путаю. Что-то прям у тебя знакомая аватарка. У меня хорошая зрительная память очень. Не просит принять легию, но это хорошо, это здорово. Так, я сейчас выходить буду, ну все, выходи. Ты поняла вытяжка лучи? Ты про меня? Да, я про тебя. Именно про тебя. Не знаю, почему я это запомнила. По-моему, это ты. Я не уверен. Так, ладно, Танька, все, выходи. Думаю, что 7 минут 20 точно надо будет. Короче, когда зайдешь в ЖК лучи, подсоединяй. Когда зайдешь в ЖК, короче, когда найдешь ЖК лучи, спроси у всех, где находится магазин Перекресток. Я прямо, сходи к этому Перекрестку, я от тебя выйду встречу. Она не учит, она правильный мысль. Я никого не учу, девочки, это просто мое мнение. Я тоже была когда-то, слушайте, вы думаете, я там 18-19 лет не встречалась с такими парнями, с которыми я сейчас понимаю, что нет смысла встречаться, потому что это вообще, ну, можно узнаешь. Даже если я подключать, я помню, ты меня на Fashion Week, по-моему, Мерседес звал, сто процентов. Надо телефон включить сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, во-первых, надо подключить зарядку, во-вторых, нужно кого-то присоединить сейчас. Так, Клянь, ну, ты мне добавь, кинь запрос, я сейчас не буду тебя искать тут сама. Кинь запрос, я тебя не вижу. Или как ты на тебя зовут сейчас? Дмитрий, Дмитрий, Дмитрий. Дима, китай запрос. Сейчас я тебя добавлю. Нет, короче, я не вижу тебя, короче, возьми, сам добавь. Не умею я. Сегодня в Украине день независимости Украины, я тебя поздравляю. Да, привет. Привет. Алло. Да, 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 привет, привет. Ты меня узнала? Ну что? Да, да. Конечно, да. Чё ты делаешь? Ты где? Да, да, я-я-я-я. А, я молокер. Ну и чё ты делаешь? Что? А, я пока ещё дома. Ну, какие у тебя планы? Ты же мне ещё что-то по поводу работы же, да, по-моему, написал? Если у тебя есть какие-то прикольные идеи, может, по поводу работы или ещё чего-то, в принципе, я готова на открыто сотрудничество, можем встретиться. Да. Ну, я тебе очень много-очень много писал, ты как-то не отвечала. Да. У меня такое бывает. Сейчас я снизошла, сейчас я снизошла. Так что, если у тебя есть на данный момент какие-то идеи с работы, то давайте пообсудим, я только да. Есть. Есть. Даже не один. Есть? Даже не один. Даже не один. Смотри, ты сегодня где вообще территориально? Может, планируешь вообще гулять? А во сколько ты хочешь примерно встретиться? Слушай, ну, я не знаю, я сейчас должна встретиться с менеджером, с моим, но мы, в принципе, можем все вместе встретиться. Как раз ты познакомишься, я думаю, что втроём нам уже даже что-нибудь больше не нужно. А во сколько? Я не знаю. Давай спишем, сейчас я сначала с ней созвонюсь, но я приблизительно думаю, что это будет поздно. Это будет 10-11 часов. Нормально, отлично, нормально. Потому что ещё у меня ребёнок на занятиях, потом я заберу ребёнка, потом я его уложу в пальцы, и я уже смогу выйти. Ну, в принципе, нормально. Всё, тогда давайте им на связи. Если даже... Ну, короче, мы с тобой спишемся, я тебе сейчас ещё с ватсап... Давай, хорошо, до связи. Всё, давай, чао, пока-пока. Так, всё. Так, всё. Такой молодой, да, молоденький. Таточка, ответ в личку. Хорошо. Сколько ему лет? Я не знаю сколько ему лет. Ну, 15-15 лет. Я вспомнила, да, он немного встал, потом вот ещё на всякий моё приятель звал, и я так ни разу никуда не сходила. Ну, мальчик интересный в плане работы. Твой парень, нет, я вообще его не знаю в жизни, мы с ним только переписывались очень-очень давно по поводу там рабочих моментов. И всё. Так, ты очень красивая девушка. Спасибо. Я очень люблю комплименты. Чёржотин. Блин, видишь, так глючит этот интернет. Салат и искусственная, это по натуре красотка. Красивая девочка. Как быть арусированной и поддерживать любой разговор с мужчинами? Вы знаете, что я поняла? Вот я вообще могу болтать не по всём угодно. Знаете, сиди. Сиди. Я токарь, пекарь. В жизни чтец-жрец, надзадзи-игрец. Это, кстати, нехорошо. На свидание лучше молчать. Вот я реально поняла, что лучше молчать. Потому что, когда ты молчишь, человек чувствует себя дискомфортно. Я вот, вот, я сейчас про себя расскажу. Вы знаете, я очень активна, очень общительна, очень весёлая. Когда, знаете, минутка молчания на тебя, мне надо сразу эту минутку молчания заполнить, чтобы никому не было скучно. И вот я такая вся весёлая. Я поняла, так делать нельзя вообще, никаких веселья. Сидишь, молчишь. Молчишь, и он должен переживать, что ему сказать, что он сейчас должен сказать, чтобы тебе понравиться или чтобы тебе было интересно, чтобы он не выглядел дураком. Вот так надо делать. Я сто процентов вам говорю. Никогда не болтайте на свиданиях. Это моя ошибка, потому что я вообще, я же не могу молчать. Но чем больше молчишь, тем лучше. Тем лучше. Так, образование у вас какое? У меня международное, так, у меня международные отношения. Вообще, я закончила UIP, University of Business and Economics. Так, уже нехрена, конечно. Карточка, счастье будет, нужно убить. Да, да. На самом деле, все это херня. Нужно много работать и зарабатывать много денег. Все остальное ты меня. Потому что когда у тебя есть деньги, как бы тебе не было грустно, отношения сегодня и завтра нету. Это есть сегодня и завтра нету. Работать всегда есть, грустить лучше. Лучше позволять себе грустить. Грустить нужно всегда. Без этого и краски, и красок в жизни не будет. Должны быть и разочарования, и какие-то взлеты, и падения, и любовь, и счастье, и горе. Должно быть все в жизни. Но надо, чтобы всегда для этого были деньги. Потому что неважно, грустно тебе или не грустно. веселить тебя на ногу. И своих друзей, и своих близких. Села такая с подружкой. Понимаешь, пришла к тебе подружка. Особенно кулак наматывает. Что у меня там какой-то там мудак. И она его любит. И все у нее, если ей плохо, он ее бросил. А ты говоришь, ой, ладно, не переживай. Покупаешь билеты куда-нибудь. Смотришь, полетели. И как-то вам уже не так будет грустно. Вы будете, во-первых, вы уже отличаетесь на то, что вам нужно собираться в полет. Потом вы, не знаете, решите выпить вида. Потом самолет. Потом гостиница. И все, уже не будет времени. И уже не так будет грустно. Понимаете? Как-то так. Так, ты молодец. Просто супер. Привет. Так, с Кемеровым. Привет, привет, Кемеровым. Блин, Кемеровым. Я уже, конечно, все забыли про этот случай с кинотеатром. Но у меня просто первая ассоциация именно вот этой, конечно. Так, я уже иду к метро. Но ты с интернетом, я надеюсь, если ты идешь к метро? Не потеряйся потом здесь. Найди перик. Когда к перику подойдешь, напиши тебе, в каком подъезде подойти. Так, скажи, пожалуйста, ты красила волосы во время беременности? Да, я красила волосы. Девочки, пожалуйста, я вас умоляю. Вот знаете, ну такой колхоз. Вот, слава Богу, уже прошел тот период, когда я была беременна. Я больше не мечтаю о том, бред собачий. Но где кто вам сказал, что ребенка не нужно стричь, когда он родится? Тогда у него будут длинные волосы. Вот я своего ребенка не стригла, у него у ребенка шикарные, длиннющие волосы. Почему во дворе дети ходят все лысые? Почему? Зачем вы их стрижете? Я не понимаю. От этого волосы не растут. В итоге идет трехлетняя девочка, а у нее три гулькина. А у нее три пера на волосах. Ну, конечно, у нее будут три пера. Ей взяли и отхерачили все волосы. Зачем это надо? Вот я смотрю на своих сестер. Никогда в жизни ни одной из моих сестер никогда не резали ни эти волосы. Длинные, шикарные, вот такие. Вот такие вот копные волосы. С чего? Где вы вообще-то взяли? Чисто реально с того. Потом еще вот это. Нельзя красить волосы. Кто вам такое сказал? Беременность, не болезнь, вы не дохнете, вы не разлагаетесь. Все будет нормально. Я вообще была блондинкой и красила блонд волосы. Что-то у меня случилось. Я родила ребенка. Вообще, если так взять, десять из десяти. Знаете, как это называется эта шкала? Я просто не помню. Не помню, как это что-то называется в словах. Тут ображают, есть какой-то определенный уровень шкалы. Здороветь ребенка. Я родила десять из десяти. Поэтому вот это все бред, стереотип. Не стригите волосы. Нельзя. Спящего ребенка фотографировать нельзя. Бред какой-то несете вообще. Никогда не надо стричь. Не стригите волосы. И у вас нормально ребенок будет с длинными волосами. А то реально, я вот иду на улицу, я просто в шоке. Я вообще не вижу девочек с волосами. Реально, это видимо бабушки внушили своим дочкам, что это обязательно нужно им делать. Только где эти все волосы, я не понимаю. Ага, меня стригли три волосины. Дочками стригли шикарные волосы. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Вот вам и ответ. Реально, девочки. Пожалуйста, я вас умоляю. Не стригите своих детей. Не делайте девочек. Не, ну мальчиков-то ладно. Но зачем вы всю девичью красоту, вообще красота ребенка, девочек, да, заключается в волосах. Тоже это немаловажно. Поэтому, пожалуйста, не стригите. Нет никакого смысла. Стригут, чтобы равномерно росли. Слушайте, она боится. Все равномерно. У меня есть еще три сестры. У них все равномерно. У всех все равномерно. Я не знаю, у кого там не равномерно. Я не видела, чтобы младенцы рождались вот тут вот с такими волосами, а вот тут там без волос. Вот, например. Все рождаются у них с пушок. И все. Пушок потом отрастает спокойно. Мне кажется, это зависит от наследства. Хоть стриги, хоть не стриги. Кстати, нет, не правда. Я считаю, что, конечно, от природы то, что нам дано, это хорошо. Но природу можно всегда немножко обмануть. Вас плохо видно. Так, ну все. Уже точно пойду. Уже мне точно надо идти. Сейчас у меня он достанется списаться, потому что она... Хочу ей передать комментарии, чтобы... И лезвие. Все. Чао. А, комментарии, лайки, не забываем. Так.